Теперь задача вторая. Смотрите, что мы хотим сделать. Итак, задача номер два. Из сплошного купальника, который является базовой основой нашего купальника, является базовой основой, мы делаем с вами отдельный купальник. Как это сделать? Конечно, посмотрев на этот рисуночек, мы сразу же себе скажем, что нам нужно знать дополнительные мерочки. Для того, чтобы перейти к работе над отдельным купальником. Какие же это будут мерочки? Ну, посмотрите, прежде всего, это будет мерка, как в корсете. Посмотрите, вот от этой точки у основания шеи до нижней части нашего купальника. Вот эта вот мерочка нам нужна. Она будет у нас называться высота груди вторая. Мы уже делали такую вот, мы с вами измеряли. То есть, когда у нас бюстгалтер заканчивается, и это будет мерочка высота груди вторая. Я ее сейчас здесь выберу. Значит, мы обязательно меряем высота груди вторая. Она у нас будет, запишем сейчас, чему выберем. И в то же время нам нужна, конечно же, высота груди первая. То есть, как в корсете, где будет начинаться, допустим, наш купальник, да? Вот этот вырез, такой вырез, или по центру вы возьмете. Это будет, давайте назовем, высота груди первая. Ну, неважно, где чашечка наша будет начинаться. То есть, вот эти две мерочки вам обязательно будут нужны. Давайте посмотрим на наш рисуночек опять, да? И посмотрим, что мы тут можем себе предложить. Вот, чтобы была гармония, посмотрите, как я предлагаю делать нужно. Вот эта линия груди у нас, да? Вот эта линия груди через точку С проходит всегда. Сейчас я ее поярче изображу. У нас идет насквозь, да? Линия груди. Так вот, верхняя часть обычно бывает меньше, чем нижняя часть чашечки. Мы потом дальше перейдем вот к этой чашечке, да? И чтобы сразу на этом купальничке, на этом чертеже нам все было понятно, я сразу об этом и задумываюсь. Я это предполагаю, и сейчас я это выбираю. Смотрите, линия груди, верхняя часть, сколько она у нас сантиметров здесь получилась? У меня, ну вот на этом уровне, где-то сантиметров шесть. Значит, нижняя часть у меня должна быть сантиметров семь. Хотя бы, или восемь. Давайте восемь, допустим, возьмем. Вот так вот возьмем восемь сантиметров. Значит, мерочка высота груди вторая, но это я игральный такой вариант делаю, да? Вот она. У нас будет равна, смотрите, от точки А надо мерить. Это точка А, потому что отсюда мы всегда мерочки делаем, да? Она у меня 34 сантиметра. Значит, ВГ1 у меня 20, а здесь 34. ВГ2 34. ВГ1 у меня 20, а ВГ2 34 сантиметра. Вот такие исходные данные. Вот такие исходные данные. Ну и, соответственно, эти исходные данные нужно нанести на базовую конструкцию, да? Итак, я уже это сделала. От точки А вниз мы откладываем мерочку высота груди вторая, ну или от точки А0. Если вот здесь у вас есть точка А0, можно работать вот отсюда, вот тогда вы строите базовую конструкцию, это А0. Вот они наши 34 сантиметра. И вот эта мерка, вот эта точечка, это мерка высота груди вторая. Ну, а вот эта мерка, это высота груди первая. То есть начало, вот так можно это нарисовать тоненькими линиями, да, ограничения. Вот эта мерочка у нас высота груди первая. А это высота груди вторая. Так вот давайте через высоту груди вторую мы проведем линию параллельную линии талии на всем протяжении нашего и на полочке, и, соответственно, вот так на спинке. Провели. Да? Измерили это расстояние, и нам ничего не остается, как вот так вот его провести. Все. И наша задача, вот эта, она выполнена сливчиком. Сливчиком мы поработали. Да? Я сейчас здесь это обведу. Значит, посмотрите, я пока не стала оформлять никаких чашечек. Переднюю часть я предлагаю ставить маечкой. Если вы не хотите маечкой, вы можете вот это оформить вот таким вот образом, да, срезать и пришить сюда бретельки. А задняя часть у меня нарисована не маечкой, а нарисована бретельками. Ну, значит, пусть будет у меня бретельки. Но тогда, как мне нужно оформить заднюю часть? Так, каким бы карандашиком я это сделала? Давайте я буду работать коричневым карандашом, потому что нам еще понадобится потом... Ага, вот этим карандашиком сейчас я его наточу. Потому что самый интересный момент – это с чашечками. Я хочу оформить красненьким цветом, чтобы вам было его хорошо видно. Кто будет у нас на одном чертеже, чтобы сэкономить время для других работ. Итак, смотрите. Значит, нижняя часть нашего купальника – это вот она спереди, да? И где она сзади, и вот она тут же сзади. Боковые совпадают? Конечно, совпадают. Куда же им деться? Боковой шов на спинке – вот он. Значит, я должна вот так вот нарисовать спинку. Смотрите, спинка как будет выглядеть. Это наша спинка. При желании вы сделаете ее поуже. А как будет выглядеть бретелька на спинке? А бретелька на спинке будет выглядеть вот так. Она не спорит у нас. Можно сразу выкроить вот такую бретельку. Вот и все. И мы с вами получили вот такой купальничек. Верхняя его часть. Как получить нижнюю часть? То есть, как же нам построить вот эти трусики? На самом деле, все очень примитивно. И все крайне просто. Посмотрите, так как уже базовая конструкция у вас есть, что вы делаете? Чтобы нарисовать трусики себе, ставите карандашик в точку пересечения бокового шва полочки и линии талии. По боковым швам наши трусики будут доходить до талии. Это максимально высокое их расстояние. Вы, может быть, потом отрежете ниже, когда у вас будет примерочка выполняться. Но пока рекомендую ниже, не спускаться талии. Оставайтесь всегда вот на этом уровне. Потом поставьте карандашик в точку Т впереди и спуститесь вниз на 3 сантиметра. И оформите верхнюю часть своих трусиков вот такой вот линией. Раз. Смотрите, с прогибом вниз. Тут пупик живет у нас, да? Тут, ну, вот так вот принято. К боковому шву мы всегда немножко приподнимаемся. Вот. А на спинке, девочки, наоборот. Вот карандашик ставим в точку Т2 и в средний шву в спинке зелененький, да? И наверх 3 сантиметра поднимаем. 2-3 сантиметра наверх. И верхнюю часть трусиков делаем немножко повыше. Зачем повыше? Зачем? А затем повыше, что вот здесь живут ягодички. Ягодички у всех разные. Если они у вас достаточно выразительные, да, то ткань натянется вот на этом месте и линия талии может опуститься очень низко. И вам ее будет не хватать. Так вот, чтобы ее наверняка хватало. Может быть, вы ее и опустите потом еще пониже. Но это все безопасно сделать тогда, когда вкрои вы немножко сюда добавите. И тогда вопросов никаких не будет. Вы застрахованы от того, чтобы что-то там навредить себе, как-то испортить вот эту историю. То есть вы ничего не испортите. Примерочка. Вот и все. Еще раз посмотрите сюда. Итак, наша задача была из сплошного купальника сделать купальник отдельный. Вот такой отдельный купальник. Для этого мы измерили мерочку начала чашечек или начала выреза и конец выреза. И отложили эту мерочку сюда. Как выглядит лиф? Посмотрите как. Вырез горловинки, бретелька, вот так вот выточка, боковой шовчик и нижняя часть, пожалуйста. И вот так круг замкнулся. Как выглядит здесь бретелька, вырез горловин. Вот она бретелька. Сюда, сюда, сюда. Боковой шов и вот сюда. И вот так вот бретелька у вас пришивается к нижней части купальника на спинке. Как выглядят трусики? Нижняя часть остается нетронутой, а верхняя часть оформляется вот таким образом. И здесь это тоже вот так. Все. Эту задачу мы тоже решили. Итак, отдельный купальник вот такой простой конструкции мы с вами построили.